Дорогие друзья, перед тем, как вы приступите к просмотру данного видео, новость появилась уже после того, как я это видео записал. Срочная новость, в Warface появилась новая промо-страница. Выглядит она вот так, и по ней вы можете забрать уникальную внешность на один из классов и уникальное оружие, друзья, именно так. Эта акция доступна абсолютно всем. Играли вы давно, не играли вы давно, новички, старички, ветераны, нубиты, все абсолютно бесплатно забирают призы. Так что, пожалуйста, выбирайте и наслаждайтесь. Ссылка в описании, там написано «разморозка подарков». Не перепутайте, именно «разморозка подарков» это вот эта самая акция. Всем приятного просмотра. Если честно, братишка, я так рад, что и в 24-м году ты остался бородатым моллюском. Ты чё чертила? Какие моллюски? Опух что ли? Ты всё такой же капитан очевидность бесплантливый. Приветствую вас, дорогие джентльмены, другие подруги. С вами Архутагин, капитан очевидность. С Новым годом. Как кто ещё от меня поздравлен не был, ну вдруг. И вот вновь мы, скажем так, вливаемся в нашу деятельность. Обзорчики, обзорчики. Пришло их время, потому что у нас появился первый в 2024-м году ПТС. Именно так, 2024-й ПТС Варфейса. А в нём, дорогие друзья, нам подвезли Гарибальди. Ну, Гарибальди был, просто его типа там держали, мариновали, балансировали, перебалансировали. Пятое, десятое. Кроме этого, завезли нам новое событие, которое, судя по всему, скоро попадёт в игру. У одного из классов появилось достаточно интересное нововведение. Новый предмет. Ну и наши разработчики опять пытаются впихнуть невпихуемое. То, что игроки просили не делать. А именно, всё-таки ввести в Варфейс газовую гранату. Ну, судя по всему, я её видел на ПТСе. Ну и как там дробовичок поживает? Сбалансировали его, наконец? Ну, как тебе сказать, капитан очевидность? По-моему, мне так кажется, друзья, они вообще его не трогали. Или даже сделали мощнее. Гарик теперь, сука, сносит на каких-то вообще нереальных дистанциях. Ну, вроде на прошлом ПТСе примерно так и было. Вот прям на сто процентов не скажу. Но! Факт есть факт. Гарибайди с двух выстрелов сносит персонажей, ваших противников, на дистанциях штурмовика. Точно, вот прям так вот. С двух выстрелов. Три это если дробь плохо легла. Я могу много говорить, конечно, про баланс. Но стоит ли? И опять же, беда в том, что наши разработчики, они понимаете, что старые, что он сновые, они вот как-то вот в Варфейсе так повелось, что если пушку начинают трогать, реально фиксить, нерфить, она либо остается все-таки имбой, либо сразу становится говном. Понимаете, вот баланса его не бывает. Баланс у нас так повелось, он или в начале самом есть, либо потом или имба, или говно. Ради такого даже в Варфейс вернусь. Лишь бы не понерфили. Ну, ты знаешь, капитан очевидность, твои надежды, в общем-то, имеют основание быть. У медика давно нет ничего достойного, и что-то новое должно быть ощутимо мощнее комрада, и не столь уж все-таки, будем честны, популярного, или во всяком случае, не столь уж эффективного GeForce. И это должно быть что-нибудь народное, на дроби, нифига, ни на какой там, ни пули, ни пятое, ни десятое, ни что-нибудь, сука, унылое, медленное, что ты можешь, ха-ха, жарить, сука, как комрад. Допустим, должен быть новый комрад. Новый комрад только лучше. Да, именно так, как старый комрад. Новый, но как старый, вы поняли. И Гарик, пожалуй, да, он прекрасно с этой ролью справится, потому что он лучший комрад, а он как старый комрад, он жарит, сука, он уничтожает все живое. Вы снова увидите на ПТСе команду из пяти медиков, они еще, сука, побеждать будут обязательно, прям я вам точно говорю. Да еще где-нибудь и на фабрике это будет происходить. Нормально, нормально. Не думаю, что разработчики будут сильно нерфить этот дробовик, да если честно, вот положа руку на сердце, я бы его сильно тоже не стал. Ну как-то вот на дистанции надо, чтобы он не убивал на совсем дальней, но при этом, чтобы ваншот на своих малых там, медицинских, условно там, инженерных дистанциях все-таки был либо ваншот, либо душот. Ну душот там на уже ближе средних таких, да. Буся, не сри, сука, когда я работаю, оно воняет. Да, на чем я остановился. И, собственно говоря, в общем, я думаю, что сильно нерфить его не буду. Да, он будет имбой, все. Кто хотел такую пушку, радуйтесь. Я даже буду радоваться. Да, имба, да, как бы, наверное, перегиб. Но, с другой стороны, это помпа. Ребята, у нас нормальная человеческая помпа. Да чтобы, просто понимаете, метовой была, у нас не было 100 лет в обед. То какие-то полуавтоматы, то, сука, зажимные автоматы, то вот это вот извращение, единственная пуля а-ля Марлин. О, он такой скилловый, сука. Если он такой скилловый, какого хрена он рандомит единственной пулей? Чушь какая-то, вред, я терпеть этого не могу. Как можно положиться? Какое скилловое оружие, если я просто не могу на него положиться? Я с рейфом иду, стреляю от бедра. Хрена к пуле в жопу улетела. Хотя, потом, специально, момент, альтанул, смотрю, блин, на прицел, на, на, прямо на теле. Как такое может быть? Что за чушь? Не-не-не-не-не. Это, знаете, как бы, для любителей садо-мазо, вот это вот им отдавайте. Нормальный дробовик, от слова дробь. Жахнул, сука, противник улетел. Всё, за-ши-би-с. Это то, что нужно. И это нужно абсолютному большинству игроков. Да, есть такие игроки, как бы, ну, сложноватые, автоматик, как бы, в самый раз. С камрадом будут некоторое время ещё дальше бегать, я думаю, у них будет всё хорошо. Но, я думаю, большинство медиков, более-менее опытных, хотят помпу. Помпа — это кайф. Помпа — это прямо сок. И это, кстати, именно такая помпа. Звук тут нынче, прямо бан, бездный сука. Ах, блин! Душа радуется. Так что, собственно говоря, да. Гарибальди жарит. Гарибальди имба. Гарибальди мощнее. Камрада, Джефорса. Всё это по сравнению с ним чушь. Камрад, если вот в таком виде, как сейчас Гарибальди, Камрад просто рядом не валялся. Просто вот так. Фух, нафиг не нужен. Серьёзно. Берёшь Гарика, сносишь, сука, всё, что видишь. Классно, мощно, перебор только по дистанции. В остальном согласие. На ближник, на ближний средник дробовик вот так жарить и должен. Это великолепная помпа с отличным темпом, с отличным звуком. Просто, сука, всё отлично. Мне нравится внешний вид, звук, характеристики, нагиб. Я согласен. Гадно Телло. Потом, конечно, понерфят. Ну, как всегда, как с Камрадом было. Либо новой бронёй, либо фиксом, потому что там будет запись на сайте. Ой, вы знаете, мы тут поняли. Мы проанализировали. Ну, как бы всё, как бы, да, плакали ваши денежки. Но, в принципе, варфейс, так что не пальтесь. Просто копите на что-то новое. Всё будет хорошо. Ясно, понятно. Рокутагин, а чё там за ящики из батлы завезли? Да, есть такое. Кстати, реально, блин, как я правильно сказал, как из батлы. Прямо вот... Просто в наглую спи... Не стырили, а вдохновились. Итак, у инженера появился ящик. Ящик с бронепластинами. Он его кидает, и его можно использовать. Сам можешь использовать, другие могут использовать. Там есть прокачка, ящик может быть один, можно два, если уникальный мод поставишь. Кроме этого, можно какие-то бафы делать. Я, например, поставил, что ящик быстрее ставится, и кроме того, что ящик быстрее ставится, я ещё поставил, что при использовании ящика, при пополнении брони, человек, который пополнил броню, у него ещё усиливается регенерация брони и здоровья немного. Я не знаю, на какое время это работает. Может, на всю жизнь даже работает. Но не суть, короче. Но, как бы, тема прикольная. Какой-то, знаете, имбовости я не ощущаю в ней, какой-то, не знаю, сверхэффективности, т.д. и т.п. Как замена дефибриллятора для оседа просто идеально, а именно в этот слот и ставится этот предмет, этот ящик. В принципе, пойдёт неплохо. Однако, хотелось бы сказать нашим разработчикам, что, знаете, вообще, вот этот путь добавления всего нового, большого, слишком большое разнообразие, много новых предметов, новых механик там всякие, у нас ввели прокачку, моды, детали. Теперь у нас ещё получается у инженера вот этот ящик с бронепластинами. Это не всегда хорошо. Это усложнение проекта, усложнение геймплея. Это усложняет порог входа для новых игроков. И опять же, понимаете, старички, они консерваторы. Вы должны им давать что-то новое, но не меняя в корне игру. И вот это нововведение с ящиком с бронепластинами, я бы сказал, что оно спорное. Ибо тогда встаёт вопрос, а извините меня, зачем нам вообще ремкомплект? Вот как бы да. То есть, либо давайте вместо ремкомплекта поставим этот ящик, будет нормально. Либо, наверное, не стоит вводить ящик, потому что у нас и так есть ремкомплект. Понимаете, там масло масляное получается. Ящик, который пополняет броню, при том, что у нас есть сам инженер, и у него есть бронепластины в руках. Я более того скажу, моё вообще предложение это убрать аптечку из Варфейса. Без шуток, без шуток. Сейчас вся броня с регеном. И многие кричат, медик имба, он ресает так быстро, так часто, надо ограничить количество ресов. Не надо ничего ограничивать, просто убираем аптечку из игры. В принципе, медик дефами поднимает своего союзника, тот встаёт, и как бы дальше он только регенится. Если тебя где-то задело, твои проблемы. Жди регена, никакой аптечки. Больше баланса, чуть-чуть не отманём медика, до каких-то разумных пределов, чтобы он совсем имбой не был. И лечит, и резает, и пипец. Вообще, короче, всю команду поднял, всю команду вылечил. И это будет когда интереснее, нежели мало того, что у медика ситуация, у него и аптечка, и деф, и так теперь у инженера ещё и бронепластины, которыми он лечит, и, точнее, ну, пополняет броню. И теперь у него ещё ящик с бронепластинами. Не знаю, как бы, одно и то же, как-то вообще-то странно всё. Это не нужно, я считаю, это моё личное мнение. Я считаю так, никакие ящики с бронепластинами не добавлять, а у медика убрать аптечку. Всё, идеально. Реген и так есть, все бегают в регене. Реген у всех показал себе, что игроки это любят, это неотъемлемая часть этой игры. Не надо ничего придумать. Убирайте аптечку, никакие бронепластины в ящики не вводите. Будет идеально. Ну, твои хотелки, пусть твоими хотелками будут Рокутагин. Скажи, предмет-то имбовый или нет? Ну, хрен его знает, я не знаю, имбовый, не имбовый. Пока сложно судить. Я думаю, что если в определенных ситуациях там как-то правильно пикать, перед этим этот ящик использовать, ну, хрен, хотя может и нет. Непонятно. Мне кажется, вообще ящик такой, понимаете, реально масляное-масляное. Вот сказать, что он имба, нет. Сказать, что говно, нет. Он просто не нужен, сука. Он просто не нужен. Смысл инженера теряется. Бронепластины и так в руках есть. Зачем, блин, еще одни бронепластины в ящике? Удобнее? Да, базару нет, удобнее. Ну, тогда давайте и медику дадим, вот ящики, ну, сука, от него все подлечились. Ну, это же бред, конечно, бред. Кому это надо? Это не надо, блин, это уже как бы переборщик, прямо скажем. Не надо, не надо, ребят, вы не тем путем идете, а лодусы как бы, ну, не стоит. Это как бы, это вот, это просто не то, вот и все. Я думаю, игроки со мной согласятся. Я не против нового, но когда оно не мешает игре, понимаете, вот это мешает. Я говорю, аптечку вообще надо убрать, оставить только одни дефы у медика. Все, и так реген везде есть, он есть, он будет, игроки к нему привыкли. Все, отучать поздно. То же самое, и баланс, медик будет более сбалансированный. У инженера ничего вообще водить не надо. О, вот как раз только с бронепластинами своими. Или наоборот, ящик оставьте, это уберите. Нормально? Ладно, ладно, мы тебя поняли. А че ты там до видоса еще по поводу события скулил? О, вот это вот, вот это реально, Кэпчик, это ты хорошо сказал, напомнил. Я уж, я уж хотел прощаться, но куда прощаться, мы только начали. Ребята, события, события новое, такое же, как старое, ну, на первый взгляд. Но есть один нюанс. В новом событии оружие при 20 прокруте, когда вот прям крутые суперпризы идут, раз 20 прокруток, выпадает оружие в основном по 100 карточек. То есть, прямо, понимаете, разрабы зажопили, зажопили, сука, карточки. Прямо вот соточка, и все. Прямо тяжело теперь, много надо потратить. Баб, ну, баба, кого мы обманываем? Если вы хотите все это открыть, если вы хотите 24 на 7 сидеть, просто играть одно событие, вы, вы, вы прям, ну, нормально так, занесете чемоданы в игру, все хорошо. Тут вот момент такой, что вот только соточка, понимаете, только соточка. То есть, вам придется хорошо, так потратиться, да. Много монеток придется потратить, раза в два, а то и в три больше, нежели раньше, чтобы все пушки открыть. Но, тут же встает вопрос, а что потом? Что с деталями? Ведь многие, как я, я думаю, как, ты, нет, ты, сука, толком не играешь. Как многие, ютуберы в основном, особенно, конечно, ютуберам нужны детали, ютуберы, собственно говоря, эти детали лутают на событиях. Смысл-то в чем? Ты берешь, закидываешь, обычно где-то, ну, десятка рублей, десятка, немало, много, десятка рублей, закидываешь, короче, прямо, хоп, из банкомата, опаньки, в Warface банкомат, опаньки, с карточки, но очень не важно, короче, как хотите, Стиви там, Диви, все дела, закинул, все это слил просто на вот эти жетоны, на этот ресурс, валюту события, и на нее выкрутил все основные призы, там, пушки, скины, вот это, вот то, что в левом уголку сверху появляется, и раз 20 прокрутов. Все, детали не трогаешь в этот период, они тебе не нужны, раз 20 прокрутов, супер, вначале, первым делом открываешь все основные вот эти скины, то, что там есть оружие, вот, ты открыл, все, ты все забрал, после этого у тебя раз 20 прокрутов, и в левом верхнем ячейке у тебя открываются только детали, всегда, все, потому что все остальные призы забраны, теперь только детали, и ты забираешь детали, и таким образом можно десятки тысяч деталей налутать, серьезно, то есть у меня вот 80 тысяч деталей, меня пока устраивает, нормально, это не дешево, Это дорого. И вот в новом событии я заметил, что деталей раз 20 прокрутов как-то стало немножко... Я, может, так мне совпало. Но, по-моему, что-то часто стало выпадать по 100-150. Как правило, из 4 карточек одна хотя бы там на 250-300 есть, не спорю. Базару 0. Все как бы тут в принципе баланс сохранен. Но как бы сама тенденция, что у нас пушки, я понимаю, что они крутые, не то что там были, но то, что у нас в основном по 100 карточек выпадает. И то, что как-то, по-моему, чуть-чуть детальки все-таки подрезали, это вызывает опасения. В конце концов, дорогие разработчики, извините меня, у нас и так в игре дефицит тех же деталей. Страшный дефицит. Страшный дефицит. Прямо. Люди и так много заносят, чтобы, во-первых, открыть все эти пушки. Потом дойти до деталей. Потом только вот это все ты нормально детали пофармишь. Как бы вы еще решили сделать этот процесс еще более дорогим. Мне кажется, уже как-то не по совести, мягко говоря. Я думаю, игроки этого не оценят. И не забывайте, что это как бы игроки, которые как раз кормят проект. Это игроки, которые заносят и заносят помного. Сколько к десятку надо минимум закинуть, чтобы все открыть и потом еще нормальные детали пофармить. Ребята, имейте совесть. Сделайте нормально, чтобы карточки падали на пушки и детали нормально, как было раньше в тех событиях. По 200, по 300 карточек могло выпасть, чтобы детали прям открываешь, когда все уже остальное закончишь. Там прям богатенько нормально. Игроки имеют право. Игроки, которые задротят 24 на 7 и своим трудом, своим вот этим задротом они это получают. И на всякий случай они вам онлайн постоянно нормально держат. И вторая категория игроков, которые не имеют возможности или не хотят сидеть 24 на 7, но они просто заносят котлету, сука. Это справедливо. Вы первых вообще, короче, порезали, а не хрен, что заберут там многие. А вторых вы говорите, ну, типа, братишки, давайте котлету там и еще полкотлеты. Полторы теперь платите. Не-не-не, я понимаю кризис, как говорят таксисты. Бензин дорожает, но... Нет, 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 нет. Я строго против такого. Это перебор. И так дорого. И так детали, дефицит. Ребята, имейте стоить. Давайте по-божески, ну, нормально. И так было недешево. Оставьте, как было. Не надо вот этого безумного, сука, бесполезного удорожания. Игроки это не оценят. Игроки будут противостоять, бунтовать, сука. Да нет, конечно, нет. Задонатят и все. Да. Блин, Рокутагин, что так воняет в комнате? Ты что, шептуна пустил? Да, газовая граната, точно. Ха, молодец, молодец. Газовая граната, друзья. Наши разработчики, опять привет вам, мои сладкие, мои любимые. Дорогие разработчики. А вот и наши. Аструмгейм, все дела. Кстати, они мне видели, что? Сейчас покажу. Они мне коврик подарили, ребята. Серьезно, смотрите. Блин, это классенькая сестренка-балерина из Атоми Хард. Ну, штурмовик из Варфейса, еще какая-то телочка, я не знаю, откуда. А, такая нормальная. Все дела. Гадотелло. Пахнет, короче, китайским этим резиной. Нормально. Нет, это ни в коем случае, еще я вас не троллю. Это нормально. Вообще, на самом деле, хорошие коврики многие так же пахнут. У меня был, это, там, Steel Series Navi Splash Edition, короче, так же пахнут. Это, видать, одна фабрика какая-то есть в Китае. Одна или две, у них такой прям ковры эти пахнут. Это нормально, он через пару месяцев проходит. Вот. И прям гадотелло. Поверхность, кстати, нормальная. Может, как-нибудь обзор сделать, я не знаю, на него там, на бусте или еще. Надо подумать на это, по этому поводу. Еще, между делом, они мне еще вот такую штуку прислали, смотрите. Да, это Дэнди. Это Дэнди, ребята. Дэнди, Дэнди, Дэнди. Все любят Дэнди, сука, сейчас. У меня в детстве был Дэнди. Я вам бешу, так говорю. Сейчас я вам покажу. Только почему-то на Дэнди, эти, джойстики-то, сука, геймпады, как на Сеге, у Дэнди другие были. А тут какие-то новые. Вообще, это на Сеге 16 бит похоже. Ну, Дэнди, видать, тоже прогрессирует, все дела. Интересно, а это Дэнди какой? Все-таки это наш Дэнди? Вообще компания Дэнди, чтобы вы знали, российская была? В свое время. Ну, это был клон, как бы, другой приставки, америкосовский. Вот. Вот такой Дэнди. Ну, нет, у меня точно такой Дэнди был. Дэнди совершенно по-другому выглядит. Он такой квадратный, сука, длинный был. Это новое, новое, понимаете? Нью, нью-стайл, рестайл, короче, все дела. Будешь, что ты пришел, поиграть, что ли, нюхает, сука. Все нормально. Кстати, реально, коврик нюхает, сука. Газовая граната. Ха-ха-ха, да. Да ладно, вру, нормальный. Нормальный коврик, ребята, огромное вам спасибо. Это не значит, что вы не кассипоры. Вы кассипоры, но как бы, но наши кассипоры. Кстати, как вам футболка? Узнали этого персонажа? Вообще, кто-нибудь знает, кто этот персонаж? Я думаю, знают люди, которые, ну, я не знаю, край, наверное, в начале 90-х родились. А, скорее всего, в 80-х, 70-х. Хотя, может быть, есть киноманы современные, кто такую классику ужасов смотрит. Ну, это легендарный персонаж, ребят. Это легендарный персонаж из легендарной серии фильмов ужасов. Вот. Куда меня понесло? Мы с Варфейс, сука, обсуждаем, правильно, Кэм? И да, все, все, не затягивай видос там, ну, чуть-чуть там, чуть-чуть больше обычного. Ребята, ребята, что я вам хочу сказать? Не надо вводить газовый гранат. Я вас прошу, не надо. Да. Опять же, усложнение. Усложнение. Слишком много. У нас тут что-то только нет уже. И этот тамагавк метательный. И молотов. И граната-липучка. Какую-нибудь гранату-сосучку еще везут. Что-то только нет. Газовая граната. Ребят, я понимаю, смотрится круто тудым-сюдым. Но ведь это даже не Call of Duty. Это не какая-нибудь игра, типа, Валоранта со способностями. Это тактический шутер, а-ля все-таки ближе вот смесь Call of Duty, Counter-Strike. И у нас всегда было ограниченное количество всяких там супер-пупер прибамбасов. Они не особо нужны, ребята. Ну, не нужны. Газовая граната тоже проблемная штука. Ее сбалансировать будет сложно. Либо она будет говном, либо она в каких-то ситуациях будет имбой. Как у нас было на прошлом ПТСе. Кидаешь ее и туда же молотов, сука. И противник просто дохнет сразу. Ха-ха-ха. Просто гениально. Хотя она должна его тушить. Ну да, она его тушит. Но пока она его тушит, сука, противник уже сгорел. Ему уже пофиг, что там потухло, нет. Молотов потух, а жопа у него загорелась зато. Ха-ха-ха-ха, да. Короче, такие дела. В общем, подытоживаем. Гаримба лейба. Я думаю, сразу не понятно. Отначально надо монтизировать потом уже. Ящик с бронепластинами. Масло масляное. Нафиг не нужен. Либо убирайте родной римкомплект, либо не вводите эти бронепластины, этот ящик. Мое мнение. Третье. У медика надо забрать аптечку. Я так считаю. Я думаю, многие согласятся. Даже некоторые медики. По событию разработчики счетовый как бы это. Ну, 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 это прям вообще не по-божески, сука. Вы прямо как депутаты. Все. Усложняйте, усложняйте. Закручивайте, закручивайте. Не надо так. Вот. А газовую гранату вообще не стоит вводить. Все. Все. Подытожил, сука. Кратко, четко. Всю суть ПТСа изложил вам, дорогие мои хорошие. За всем говорю до свидания, до новых видео. Счастья вам, здоровья и любви в новом 2024 году.